здравствуйте друзья мы тут на кемпинге расслабляемся отдыхаем и знаете как вот пьяные дети говорят правду и только правда вот на кемпинге люди тоже знаете у них сдерживающие факторы куда-то уходят и они говорят по-честному как на духу значит светлана все знают это моя жена значит мая это риэлтор тут у нас сан-франциско боери можно сказать окучила и перепахала все это бери и значит я это ласка оба мы с ней покупали да не раз там всякую недвижимость значит мая у нас люди спрашивают я честно сказать затрудняюсь что ответить они говорят а откуда же людей такие деньги конечно достаточно того что деньги есть но но все-таки вот общаясь с людьми и ты смотришь что вот кто же это может себе позволить имея ввиду кем должен работать человек чтобы пойти купить дом за полтора миллиона что это за люди как они на жизнь зарабатывают вот говорят там на сто тысяч там семья там четыре человека не выживают это очень плохо живет невозможно деньги откуда на дом за полтора миллиона очень много молодежи которых нанимают так они сюда приезжают на большие деньги ну типа типа чего я не знаю что они делают фейсбук какие деньги понятия не имею но я знаю но большие у меня много молодых клиентов совсем молодые ребята неженатые которых родители очень переживают что они получают такие огромные деньги и не имеют жилья они снимают квартиры по 4 по 5 тысяч в месяц и тратят деньги просто то есть просто деньги денег получают много они уходят неизвестно куда непонятно куда обычно проблема таких купить жилье это даунпеймент то есть они после колледжи приезжают на такие большие деньги а что такое больше 200 тысяч ну я знаю что это я не в курсе я ни у одного клиента не спрашиваю ни зарплату это моргидж брокер это вопросы к нилу так но что я знаю что мой вот сегодняшний клиент ищет дом за 2 миллиона это значит ему надо минимум там 400 тысяч даунпеймент положить или как с даунпейментом проблемы проблемы у них у всех обычно помогают родители но платить моргидж такой у них нет никаких проблем он сейчас платит за квартиру пять с половиной тысяч то есть если он взял моргидж допустим там я не знаю полтора миллиона сколько он будет примерно вот по сегодняшним меркам вот сколько он в месяц должен платить там как бы дом вот который он ищет за два два с половиной миллиона пеймента будут около 12 тысяч включая такси это два с половиной миллиона уже с даунпейментом это уже с даунпейментом слушай ну это очень большие деньги это много но у человека проблем никаких не только у него а проблемы с даунпейментом то есть банк не говорит у меня к тебе претензии что ты не зарабатываешь столько чтобы платить они зарабатывают достаточно чтобы платить и таких все больше и больше я извиняюсь это что одиночки покупают или семья где два хороших одиночки заработки и покупают и одиночки и семьи семьи в основном покупают они как-то более разумно покупают то где они будут жить или то на что они планируют а одиночки покупают то что ну то есть нам молодежь сейчас я поняла что останавливать их нельзя моя дочка такую купила то есть деньги вкладываются в то что великолепно смотрится очень красиво сделано совершенно как для нас неприемлемо это вот примерно такого типа квартиры где вся стеклянная стена и ничего не и поставишь вид красиво это другое поколение у них совершенно у них совершенно другие приоритеты кроме того когда у тебя бабки есть и ты можешь себе позволить так ты уже думаешь я хочу жить так как мне хочется а не так как мне мама сказала правда ну вот например завтра мы едем с мамой молодого человека искать ему флэт в сан-франциско потому что мама дает ему на down payment и у него нету времени он этим заниматься не слушай а скажи мне а скажи мне флэт в сан-франциско то есть флэт это как бы этаж да флэт это практически квартира по размеру иногда как ту бедром иногда как три бедром но без стен но подожди вот послушай вот на этаже а лавн ой ссори и не флэт занимаетесь 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 целый этаж нет флэт это в домах да да хорошо то есть лофт хочет это лофт это в современном строительстве хорошо это в сан-франциско это где-нибудь там в даунтауне сейчас большие красивые дома это не дома это это док печь это новая эреа куда раньше люди вообще ходить боялись так док печь это внизу от эти анти парка то есть это при въезде в 101 туда чуть в стороне это еще даже не город как бы на въезде в город нет это уже город ну там залив совсем рядом да но на въезде начинается hunter's point туда еще до сих пор боятся но это это новое строительство и что стоит вот такая квартира ты бишь два бедруба то есть не флэт вот то что мы едем за на 3 стоит от полутора до двух двести миллионы чески спальни нету там это спальня открытое то есть там можно как бы выкроить все непонятно с абсолютно open space для работы то есть там люди вот так как было в отеле например политика открытых дверей когда ее начали для меня совершенно дикое что ты должен менедж людей которые тебя видят открывают к тебе дверь в офис в любую минуту без всякого времени то же самое вот это как бы концепция лофта что там люди и спят и едят и работают местом общая площадь какая вот этого лофта который полтора два миллиона что это два миллиона но вот один мы едем смотреть он 1300 скверфутов то есть что-нибудь 110-115 квадратных метров это где-то ту бедрум ту басрум кстати количество басрум у них соответствует то есть и площадь и количество бедрумов и количество басрум в россии сейчас они когда люди покупают квартиры у них там не покупать готовые квартиры как мы въезжали отделанную а там нужно самому ставить перегородки то есть это фактически такой же open space нет нет отделка отделку только внутреннюю вот мы ж так хотели мы смотрели дело в том что я просто сравниваю вот этот лофт вот это не совсем тот он отделанный он отделаны полностью так как отстроенный дом но они тоже разные они бывают в двух уровнях что например один уровень используешь для того чтобы спать другой чтобы то есть имеется ввиду как бы вертикально там пару этажей может быть может быть они есть совсем это не это неплохо 1 этаж вот как-то у тебя тут же стоит кровать и тут же ты кушаешь и тут же люди приходят и гости то есть все это в одном по в одной плоскости это отдельный разговор где мощно полностью объяснить этот дом этот дом делать за такие квартиры за такие деньги молодняк там покупает в этом доме есть какой-то социальный комплекс то есть чтобы там было и поплавать и попрыгать и побегать все так сказать в этом вся конфетка и там есть и ван-биодром и ту-биодром там есть нормальная квартира не конкретно в этом комплексе в соседнем еще раз еще вопрос но у них полностью то есть это то что называется not only living space but social life то есть там есть все там обычно есть и клуб ну начнем с химчистки там лака они даже в химчистку не ходят это все как бы но рабочего класса нету денег такие покупать значит это люди офисной работы значит они сложили сложили свой драйклинг в свой лакер внизу в ящик такой да и пришли эти люди приехали purple time называется забрали почистили привезли все они даже носки по-моему не стирают все идет туда и обратно сколько стоит содержание месячное вот то что association фи сколько стоит от 600 до 1000 то есть мало того что ты платишь вот там десятку или там сколько-то ну можно купить и за 900 то есть это как бы я сейчас про своего клиента рассказываю это все очень зависит от конкретного района конкретного строительства но там и химчистка и там же кафе обязательно то есть либо рядом целый комплекс за все надо платить химчистку плата отдельно она не не только спят только спят ничего не готовят работают очень много там наверняка есть еще офис на это уроки спейс какой-то уроки спейс наверняка есть но как бы уроки спейс он для всех то есть вот они сидят мы ездили в сан-хозе такое смотреть они сидят и работают но здесь сидишь ты там сбоку от тебя сидит еще кто-то очень многие люди особенно те вот у которой хорошие стартапы они любят сами работать вот у них это как рабочий спейс марина могилка вот она снимала дом в котором они живут сам франциска они вот они снимают там квартиру она как раз говорила что там удобно что спустился вниз у тебя вот конечно конечно они прямо в этой же квартире она как бы ну правильно обязательно молодежный стиль понимаешь в большинстве есть бассейн и если есть бассейн вот это увеличивает и чуэйфи хомоуна ассоциейшн если без бассейна это порядка от 500 до 700 если с бассейном с чакузи с сауной это около тысячи джимы конечно есть джимы обязательно на сколько часто детские площадки можно там компашку собрать ну они большие игровые бильярд это самое кино просмотра на сколько часто родители участвуют даунпейментом очень то есть это распространено очень и как бы для такой покупки это большинство случаев но сейчас очень многие покупают rental properties например инвестиции делали то есть эре или сан хозе то есть эре где еще нету пика явно нету пика но они идут к цели семимильным шагам а такое ощущение что за пару лет удвоились там цены да да удвоились это правда но все равно еще аффорда да да то есть вот например и не ну как вначале клиент с такими деньгами хотел купить в плаута два два с половиной миллиона смотреть нечего это сыраюшка будет ну как бы далеко не то что да хочется даже смотреть нечего так ну а сейчас поскольку выбор тогда остается уже более ну другую территорию значит мы рассматриваем сан-франциско она уже попадает сан-франциско это центр молодежной жизни но там проблемы свои это как добираться а свои как добираться до места работы ну у больших компаний свои автобусы ходят автобусы ходят но автобусы кстати не уверена что они ходят аж до сан-франциско да 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 фейсбуковские гугловские ходят ну во всяком случае об этом люди думают когда покупают может быть расписание может быть точка сбора да не и паркинг хорошо такой вопрос с точки зрения вот наиболее доступных по цене мест ну вот из плаута наверное да из плаута в принципе уже не такую доступно вот если человек хочет купить ну скажем дом не ну как называется entry level дом но так чтобы уже въехать не то что он купил и должен устроить год вот въехать сколько стоит сегодня дом чтобы въехать площадь ну не на две-три спальни вот такой вот еще тысячу но трету это переделанный дом но не меньше миллиона но смотря как переделан да ну то есть но это здесь мы пешком до фейсбука 15 байк рай дело в том что после того как amazon купил но он не купил он подписал лиз на десять лет amazon это university for conas да 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 его сориентовал полностью amazon и сейчас из плаута получился между амазоном и фейсбуком то есть либо ты живешь пешком до амазона либо ты живешь а сам из плаута это маленький город совсем маленький то есть либо либо и это гонит цены так что люди за этим не успевают но когда когда amazon сориентовал этот билдинг то пошли такие слухи что это будет их главный упаковочный центр то есть для того чтобы дать работу и меня например это не совсем обрадовала потому что ну как бы наша цель это сделать город очень чистым и красивым да вот и честно говоря я не знала радоваться или нет что amazon это помещение взял вот а потом я случайно столкнулась демонстрацией и потом на интернете увидела что они перепрофилировали это место город город им разрешил сделать их не центральный мозговой центр там это будет их айти центр куда свезут все ну то есть люди хорошими зарплатами будут да но как бы местное население этим очень возмущено потому что любое даже фейсбук обязан был взять 30 процентов людей на работу из местного ну куда взять что они сделали они у них адрес монтэн у них и поэтому они измену парка наняли огромное количество людей а сейчас что они сделали они построили свои билдинги там расселили там то есть там селятся только их люди там купить нельзя это как симпатичные там симпатичные кварталы очень очень они полностью отстроили это следующий вопрос свет мы сейчас не об этом это я не знаю это внутренняя политика фейсбука но у амазона такой возможности не будет потому что из плаута считается конкретным отдельным городком он не соединен с плаут поэтому для них любое количество взятых людей будет конкретно из из плаута а там еще нету такого количества мозговой деятельности ну людей но я честно говоря никогда не слушаю чтобы компания не могла людей там нанимать из других городов я знаю они чтобы откупиться вот от того что они обещали сделать вот этот упаковочный цех да они сказали хорошо мы там чуть ли не половину территории вот это вот это здание да да даем под тренинг-центр где мы будем ретрейн людей ну это другое это они сделали вот хорошо такой вопрос все-таки из плаута находится я даже не знаю если во всей кремниевой долине какой-то вот городок который бы лучше расположен был с точки зрения транспорта климата и так далее но когда ты говоришь что когда ты говоришь что есть подешевле это либо из палаута либо там какие-то места в сан-хосе но сан-хосе рядом не стоит с точки зрения транспорт транспорта и климата поэтому по ценам она как-то вот отличается вот допустим то что я могу купить вы спалал то за миллион или скажем там в дешевом месте в сан-хосе за миллион это очень разные по по качеству вещи я хочу вернуться потому что вот как света сказала я не уверена что 30 процентов может быть три это через черт да это скорее три конечно 30 это через черт но все равно это огромное количество занятости это огромное количество занятости насчет того сан-хосе сан-хосе открывается барк стейшн барк стейшн который не не каутрей на бар это такое местное метро когда будет соединять всю бээрию значит сан-хосе фримонт мелпитас из бэй весь из бэй и сан-франциско это же лет десять надо пятнадцать чтобы это построить но открывается либо в конце этого года но перенесли его строят уже то есть уже давно первые две станции открывается самое позднее на будущий год это на самом деле решает очень много проблем очень много там там пробки жуткие просто там выехать невозможно очень большие но это будет занимать больше намного то есть ехать в сильном трафике или на барте который повезет все кругом время тоже можно читать низкую а не везти машину безусловно то есть это время можно использовать для работы и для того чтобы читать развиваться кушать опять же давай вот как риэлтор скажи мне солнце вот куда же ценам то еще переть есть куда переть или нету то есть то есть подваливает много людей с бабками стало намного меньше например у меня у меня как то так получилось что у меня очень много китайских клиентов и раньше это было кеш много кеш наличкой платили да сейчас этого но во всяком случае у меня нет но это местные китайцы не то что они из тайваня там но не кеш а сейчас местные а этого были вот в основном тайвань китай люди присылали чеки которые я не могла на лесу считать у них же своя валюта но сейчас это это местное китайское население и его меньше его меньше а вот и много индусов например у меня ни одного клиента индусы еще не было но но все-таки они так на местности есть то есть мы видим на open house их я хожу смотрю там много очень много и вот что самое странное я продавала дом прошлом месяце абсолютно в индусской и у меня было столько индусов на open house купили китайцы и купили для себя нет там где индусов много там безопасно там школах дети учатся там как бы это неплохо индусы улучшают местность кто-то мне подойдет а у нас анна наша леонидовна живет в сан-хосе и она рассказывает что за год рейтинги школ растут там с трешки до шестерки до семерки именно потому что там сейчас заселяются китайцы индусы и там меняются кардинальные школы сан-хосе значит гугл подписал сити в сан-хосе они подписали соглашение что сити им отдают очевидно у сити есть какая-то своя территория в даунтауне сан-хосе конечно и они там хотят построить 1 миллион сквер-футов офисного спейса но они уже подписали или просто разговор писали 1 стрит уже есть даже официально где то есть мало нам тепла нет 1 миллион сквер-футов это 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 много это очень много и речь идет о десятках тысяч людей которые 60 тысяч 60 тысяч ну да хорошо вот и все эти люди должны где-то жить я думаю друзья что вот те из нас кто из вас и зрители наших кто спрашивает чем заниматься чего изучать и так далее вот для вас 60 тысяч рабочих мест создают если вы подсуетитесь вот знаешь у меня что происходит люди говорят скажите вот я учусь там на втором курсе на там сантехник с высшим образованием я утрирую но на что-то ночи на металлурга она там и так далее вот могу ли я получить рабочую визу в сша а вы вот послушайте что люди рассказывают и спросить себя а чего я на металлурга то учусь там нет может в люксембурге там есть какие-то возможности я не знаю там где с металлургами но но в принципе то есть люди со всего мира съезжаются у них дикое количество денег они не знают куда их девать девушки обратите внимание они не знают куда деньги девать я не уверена что это всюду я считаю что так только по бэри конечно я про нас и говорю то есть где-нибудь в юте наверное это это очень такая специальность которая ценится в юте я думаю ну я имею ввиду айтишников в юте айтишник он не будет получать столько сколько здесь он будет получать на 15 процентов меньше но не в половину то есть будет просто может каждый год дом покупать там дома может 300 тысяч они они за полтора миллиона я знаю что у нас дом тексисе да и там сейчас очень много айтишников но в тексисе исторически в тексисе в техасе не росла недвижимость цене то ли из-за пропорти такса и так далее сейчас это меняется или что меняется мы там купили дом 2006 году так перед самым кризисом на пике брали за 194 тысячи дворец и мой сын ездил покупать и когда он приехал я возмутилась зачем он купил дом прямо около детского сада что оказалось каруселями а он удивился и говорит а где ты видишь детский сад это говорит наш бэк-ярд так что стало с домом за за 11 лет потом он очень сильно упал во время кризиса он был где-то порядка наверное 95-100 тысяч в половину очень сильно упал сейчас я совсем это когда новый дом был дуплекс не новые но но это все-таки коммерческий как бы в дуплекс на аренда и я вот только недавно посмотрела потому что я хочу свой дом перестраивать подачи вы спал то я смотрела он стоит порядка 340 то есть утроился за там 678 руки это каком городе конечно конечно остина ты можешь сказать технологическая столица до когда мы дом покупали сын ездил и говорит я я такого никогда не видел тут дорог нету вообще как машина по бездорожью есть по стипу когда мы покупали сказал что там как но он по-русски в принципе пытается хорошо говорит говорит одни как он сказал большие трактора съесть как то раз ну хорошо ладно ребят мы с вами тогда прощаемся спасибо так май и светлане за то что они с нами тут поболтали и мы продолжаем кемпинговать не демпинговать а кемпинговать что не одно и то же так сделали ручкой всем и до скорых встреч